добрый день этот новый год в израиле мы начали с выплеска коронавесия все вы знаете что израиль среди тех кто объявил о втором карантине по случаю второй волны те кто следит за событиями прекрасно осведомлен что не в израиле и почти нигде в мире не было и первой волны не было нигде в мире эпидемии не было нигде в мире убоя населения от этого самого вируса как например сто лет назад не было давайте сразу уточним что если мы начнем заниматься исследованием то да у кого-то там в апреле у кого-то в мае кого-то в юне в определенных штатах американских в испании в италии да какие-то короткие периоды наблюдался общий рост смертности и он даже превышал в некоторых случаях тот рост смертности который сопровождает обычная эпидемия гриппа есть обычная эпидемия гриппа способствует росту смертности среди населения страны а коронавирус способствовал в некоторых случаях на 15-20 процентов больше что все равно конечно же конечно же никоим образом нельзя назвать не эпидемии не пандемии тем более конечно же нет то что происходит в израиле это продолжение мракобесия истерики со стороны тех кто просто охвачен паникой тех кто поддался этим настроением ой мамочки ой мамочки ой мамочки что будет люди не способны даже посмотреть на простые цифры и я вас хочу предупредить заранее нет никакого смысла вести споры с вирусниками вирусники вам скажут ну как в израиле вот сколько там сейчас я вам скажу точно на сегодняшний день скончалась от крама вирус ну где эти цифры дайте цифры 1285 человек кто не скажешь это за год это обычный показатель гриппа кто-нибудь добавит что кто вам сказал что это от коронавируса кто-нибудь вспомнит слова еще профессора майкла левита он изначально предрекал что несколько десятков это много для израиля по всей видимости это реальная цифра но не надо с ними вступать дискуссию что мы значит реальные цифры при анализах умершего если у него берут анализы обнаруживают там что был вирус неважно что ему 99 лет неважно что у него уже было 10 других заболеваний важно что был коронавирус пишут коронавирус вы это знаете но я предлагаю совсем не надо с ними спорить об этом то есть пусть они говорят 1285 пусть будет 1285 давайте сейчас откажемся от споров с ними люди охвачены паникой истерикой когда восточная женщина бьется в истерике пытаться что-то доказать бессмысленно это женщина может быть мужчиной при этом совершенно западный это западный мужчина может быть он может быть скандинавом он может быть кем угодно в нашем случае этот мужчина может быть израильтянином и даже героем воин и все равно может пребывать в истерике и в состоянии истерики бессмысленно об этом говорит они дрожат они дрожат они говорят что это страшно что страшно или дальше они начинают нам рассказывать сказки об опасности об угрозе и так далее как этому противостоять и сохранить нормальное психическое состояние в эти дни они же ходят этих самых вот там это так ходят всегда вот так вот так они ходят на фу противно унижение глупость это психи с психами спорить невыносимо они все что они скажут что то что в израиле низкая смертность это потому что вот несколько месяцев назад чего-то закрыли поскольку кто-то носит маски не носят маски я вас прошу ванну вот не на поступать никогда в эти споры это люди которые подвержены серьезным психиатрическому сейчас заболевали не какая не пандемия коронофрения или какая-нибудь кронофобия вот что это такое мы до для себя должны уяснить что происходит и исходя из того что общая пропаганда она находится уже на пике лжи нас обманывают нас обманывают обманывать не так грубо как на ток-шоу у какого-нибудь артема шейнина или ольги скобеева а так как это делают на западе что имею ввиду израильские больницы а эта информация вот сто процентов проверен они изменили критерии определения тяжелых больных эта информация вот стопроцентно подтвержденная это не слухи а израильские больницы для того чтобы большее количество считалось тяжелыми они вписали в тяжелые тех кто не был раньше тяжелым такого рода манипуляции не могут не осуществляться в чем это повсеместно это повсеместно если выделены специальные бюджеты на то чтобы особо заниматься коронавирусом выделены специальный бюджет если к вам в больницу попадает человек которого выявлен коронавирус то это дополнительные фонды и старается как может больше чтобы было у них вписано в коронавирус и здесь нет никакой конспирологии это не сказки про билла гейтс это не сказки про чипирование это не сказки про какой-то всемирный заговор с целью они говорят уничтожение 7 миллиардов для того чтобы оставить золотой полумиллиард это я слышал своими ушами то есть как вирусники это вот это вот так и вот эти вот которые отрицают существование самой болезни нельзя отрицать существует того что есть мы можем сейчас с вами только дать правдивую картину в рамках разумных пропорций сама по себе болезнь существует она для некоторых людей опасно особенно для пожилых людей и пожилых людей надо особо оберегать наверное в некоторых странах некоторых ситуациях все остальное это сумасшедший дом то что сейчас происходит в израиль это сумасшедший дом по существу я же с вами всегда говорю об израиле как а сакральным явлением самообразование израиля существование его его библейский путь это манифестация абсолютного добра это манифестация духа вот так она в библии так она через пророков вот так она так она это мы с вами всегда должны поставить во главу наше обсуждение тем не менее если в самом израиль находятся какие-то ходоки на известные парады вы знаете о чем я говорю например раз в году какой-то парад тут происходит и если в израиле это допускают но это еще худо чем когда допускают других странах потому что это святая земля и об этом надо говорить вслух мы можем сказать как хорошо а что у нас солнышко сейчас светит как хорошо что у нас тут где живу и росли замечательный религиозный квартал но мы не скажем как хорошо что люди тряпки вот так вот себе лепят на нос это мы не скажем что это хорошо когда люди теряют рассудок этого нехорошо и когда израиль оказался среди мировых активистов объявление нового карантина то надо называть речь своими именами вот кто-то этот очень хорошо а вот это вот в кем-то мы скажем делайте с нами делайте как мы скажем помните латкая передачка и вот тут мы скажем не делайте так не делайте снимите мерзость с лица забудьте об этом охраняйте пожилых людей как там где это необходимо и все еще что очень важно я тут упомянул скобеева шейн на мой любимый персонаж на российском телевидении но вы знаете что я не уверен что это чем-то хуже наверное даже лучше чем то что творится сейчас в израильских сми они все говорят только коронавирус и любой новостной выпуск 1 треть борьба с коронавирусом коронавирус в рязани не пройдем помните песенник в россии этого нету в россии снова обсуждают украину как плохо на украине обсуждает белоруссию сначала вы говорили что лукашенко плохой когда арестовали там тех а потом выйти лучше окажется очень хороша а плохие то все те кто купленные вот деньги заплатили приезжали откуда-то и почему не понял то ли из польши то ли из литвы деньги платили с тем чтобы они были недовольны лукашенко а то что она на беларуси ольгу скобеева под запрет на несколько дней там или даже до сих пор я не слежу за этим всем просто отключили все эти помойные передачи то даже не обиделись окажется но в общем все вот это тем не менее при всем том что это абсолютно уже падение в помойник медийные которые ничем не сравнительно я не знаю где еще в мире вообще может такой стать в израиль хуже израильские сми которые все им пугают людей коронавирусом только об этом еще хуже то есть нагнетается страшная истерия нагнетается снова мы свидетели мы что теперь мы должны для себя уяснить чтобы не сбиться не сбиться с пути правильно ли занимать вот такую однозначную позицию просто игнорируем мерзость снимаем с лица никаких перчаток ничего этого не должно быть в отдельных случаях возможно там где есть какие-то вспышки способствовать защите людей в домах для престарелых например возможно такое это следует обсуждать там где это нужно я говорю об этом осторожно потому что кто он сказал что пожилые люди не хотят чтобы их дети вы к ним заходи а может быть наоборот то что их будут держать в полной изоляции под домашним арестом месяц или два скажешься на них пагубно поэтому здесь тоже нужно еще подумать но если это дома для престарелых там наверное можно говорить каких-то особых мерах защиты гигиены мы не об этом надо новость миром управляют не билл гейтс а господь бог мир так устроен что люди умирают умирает они от болезни дальше мы с вами открываем открываем с вами ресурс статистически статистически и узнаем что в этом году родилось просто 1 миллион девятьсот тридцать восемь тысяч в этом году скончалась 42 миллиона семьсот девяносто шесть тысяч в этом году у нас прирост населения уже считаете сами не то что не умею предоставлю вам это прирост населения и где тут пандемия сразу вопрос на пандемии то когда люди умирают правда теперь мы делаем следующий мы смотрим в этом году скончалась скорее 42 миллиона семьсот девяносто шесть тысяч вы можете зайти на этот сайт это ворлдом метрос дат если зайдете через два часа тут немного другие цифры был поэтому чтобы вы не пытались сейчас меня поймать на цифрах я точно вам зачитывает то что здесь есть и 42 и 8 почти а дальше мы смотрим сколько в этом году скончалась от коронавируса по их версии мы видим что это девятьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят пять на сегодняшний день но это много скажи да много каждого человека жалко с другой стороны спросить пожалуйста это часть к сожалению или потому что так надо статистики за этот год смертность она такая если вы сравните легко это сравнить в прошлом году скончалась сколько людей в мире и сколько сейчас его видишь нет никакого роста смертности подожди еще несколько дней вам будет совсем легко считать это будет три четверти года и вы убедитесь в том что никакого роста смертность что касается израиля то одна аналогичная статистика вы проводится здесь постоянно в этом году при высоком очень уровне рождаемости и при притоке населения алия у нас новые мигранты потому что некоторые уезжает от баланс 25-30 тысяч в пользу приезжающих в этом году еще больше видим баланс этот он таков что население активно растет тем не менее уровень смертности в этот году чуть чуть ниже чем в прошлом совсем чуть чуть но символично что ниже нежели в прошлом году ну а ежели так то о чем мы говорим что обсуждать еще сможет где-то точно до дома для приставил но все остальное это является абсолютом психозом и не давайте им сбивать себя с толку жива они вам скажут сейчас что это так потому что входит масках это так по нам не давайте им себя затягивать психом в эти все разговоры как только касается мелочей за ними стоит тут целый легион целый табуна этих разных профессоров которую показались и не очень честными людьми мягко говоря не заинтересованы в повышении статуса зарплаты им по разным причинам это истерика выгодно они и нагнетают но не все никто но если вы начнете с ними с психами спорить то получится так они вам скажут вот эти профессора говорят так а вы скажете а другие иначе наши эти говорят что все благодаря маскам и еще там что вот соблюдают там что а то бы было бы ой 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 а те скажут вам что нет это все ерунда что уже в израиле более миллион и так заражены ничего вы не измените каким крик карантином все эти аргументы они не нужны не надо спорить с психами до для себя вы должны знать одно что в этом году всевышний не послал нам никакой особой кары он послал нам нечто худшее чем обычная кара это сон разума рождают чудовище вот просто чудовище рождается в головах закрывается школы полу обучения внутри классов такие какие-то там капсулы везде тут пластиковые обертки изуродовались синагоги то невыносимо то что они делают и к сожалению пока что сопротивление она не активно мы сами только что зачитали вот официальную статистику по этой статистике в этом году только что мы зачитали значит скончалась 42 миллиона соберем 42 миллиона а там у нас даже миллион скоро будет на судя по растущим по коронавирус это менее двух с половиной процентов от общей смертности в мире в израиле данные были что еще ниже сейчас может быть это чуть-чуть изменилось опять же не принципиально совершенно что до принципиально что до принципе очень принципе что в этом году от разного рода инфекционных заболеваний в мире скончалось 9 миллионов 445 тысяч но я сейчас не буду вам перечислять кто там от этого кто там от этого кто там от этом гримина об инфекционных заболеваний то есть коронавирус это 10 процентов приблизительно чуть больше да и подумайте вот предположим эти красавцы они завтра скажем победили победили коронавирус а на выбор идут все равно мы победили коронавирус квадратик склой говорят мы победили мы я победили говорят скажут они так потом то есть подождите а другие инфекционные заболевания к а 90 процентов инфекционных заболеваний в этом году что не надо больше масок не надо больше социальная как-то дистанции отдаленности не надо больше отчуждения можно здороваться за руку а другие заболевания 90 процентов весь списочек пожалуйста посмотрите вдохновите свет я уже есть есть страх мы сейчас только об инфекционных заболеваниях вот среди инфекционных заболеваний коронавирус это в нашем случае чуть больше десяти процентов и что какие выводы мы делаем какие выводы мы делаем но кто не скажет все козлы ну конечно да то есть это понятно даже не столько глупый сколько психоз не одержимы это люди которые одержимы это соцсети это масса весен шудры они же любят что доктор геббельс про них говорю правильно страх и ненависть страх и ненависть вот масса получила возможность чего-то бояться и истерика началась истерика продолжается не знаю сколько еще на продлится потому что то что мы пока наблюдаем что у них сейчас тут вторая волна психо психопатическую припадка может быть и третье потом волна 4 5 кто вам сказал что не может этого быть пока мы с вами не ведем достаточно активно себя но есть более глубинные стороны всего этого явления что ты можешь с вами обсуждали что-то мы с вами не обсуждали первое что хочется сказать как конечно полнейшая дезориентация и опрокидывание идолов то что еще 9 месяцев назад было идолом понятно что сейчас это уже не идол а разбитые какие-то корыто или сосуды это разбитые сосуды вера слепая в медицину которая превратилась выдала поклонство медицина сказала митин может не может быть вера в медицину когда сегодня значительное количество этих профессоров говорит ой-ой-ой коронавирус другие гряды не ну слушайте но все-таки наука же как-то способна распознавать распознавать цифры в одно кстати можно точно сегодня верить пока что это счет усопших умерших вот от статистика на точно и во всех странах достаточно поэтому можно вести и вот так вот прямо онлайн она идет она проверяется свидетельство о смерти они реально и по ним мы с вами можем судить насколько это правде он насколько лживо то что нам несут крана коронобесники коронобесники вот эти вот ходоки масках глаза закроет не будут там видеть что мы ходим как нормальные люди так не будут тогда еще а лица надо очень любопытно они у тебя пялиться еще начиная так поправлять знаете можно очень долго рассказывать все эти анекдоты пройдет вот но мы сейчас поговорим о другом мы часами поговорим о другом а главным это разбиение идол вот общество которое объявило себя всесильным могуществом никакого заговора никаких они сами уничтожают основу своего существования это экономика экономика все что еще сделают они крушат экономику просто но люди обездоленные оказались многие да они крушат экономику смотрите что они делают это что это только в израиль нет отвезти грузия там 19 человек скончалась за все это время все сопутствующими заболеваниями по их же статистике тем не менее они лишили людей хлеба лишь лишили людей достатка и лишили людей в воздуха надежды на что будто не было примеров таких много 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 просто на ровном месте совершен совершены просто преступления против человечности на любом уровне определить но но совершенно законно демократично страны демократические еще проголосует задаватель которых скажем да уму и победили они еще пойдут про голосует шум дрожнью да да как фильму будем бояться ужасни как ужасная тему мама мама мамочки джаночки и прочее там так сказать маммеля мамы мая начинается сюда вот все вот это вот все вот это вот это очень существенно если мы смотрим слева как бы критическим взглядом современный человек становится смешным который страха пудется мелочи то что коронавирус он существует на это мелочь по сравнению со всем что происходит это мелочь это некая проблема она мелкая про на мизерная проблема вообще об этом не надо было бы говорить но мы будем об этом говорить потому что это то что владела умами и это важно это не казнь египетская это казнь египетская через голову вот что через потерю сознания люди потеряли сознание свое рациональное это уход рационального сознания вот вот это если вы поймете там сразу жить станет лучше вы поймете что что происходит уход рационального сознания нет рационального все что они дела сейчас это иррационально же рационально то что вам показали Это можно еще раз повторить. В этом году скончалось 42 миллиона, уже 797 тысяч. Это в этом году. Четыре из них от инфекционных заболеваний ушло, как мы уже с вами сказали, 9,5 почти миллионов. А коронавирус у нас приближается к миллиону. Это мы тоже сказали. Вся статистика ясно-понятно известна. В Израиле все известно. Нет роста смертности. После этого всего к нам приходят и говорят, страшно, страшная эпидемия. Люди, которые так говорят, либо ставим им просто диагноз коронофрении какой-нибудь, либо надо подумать о том, что вообще происходит. Что происходит? Что происходит? Очень осторожно. Подойдем еще к одному важному духовному аспекту коронавируса. Очень осторожно. Давайте вдумаемся в этом. Не важно, как это получилось. Важно, что у этой хвори имя корона. Хвори имя корона. Что такое корона? Кетер. Корона. Это кетер. Это абсолютное высшее духовное пространство. Эйнсов. Над уровнем мудрости. Над уровнем правого и левого. Это кетер. Мы сейчас с вами не занимаемся гаданием. Мы не занимаемся сейчас кликушством, что так все плохо, значит завтра придет какой-нибудь человек, который себя назовет снова мессием. Все это уже проходили. Все это проходили. Мы сейчас не будем заниматься никакими гаданиями, но о существе будем думать просто. Будем думать. Вот это колебание, к которому мы привыкли. Бродский очень хорошо как раз вырвала, привязав к Новому году. Там, правда, у него был не совсем Новый год, а некий. Но, тем не менее, стихотворение из его очень интересных, интуитивно-праведческих я приведу вам сейчас. Твой Новый год. У нас сейчас Новый год же был. Твой Новый год. По темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимое, как будто жизнь начнется снова. В этом днём действительно в Новый год такая надежда. Синагогально еще как. Твой Новый год. По темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимое, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Надежда. Ну, очень глубоко. Откройте это стоповерение Бронскому и вчитывайте в него десятки раз, очень глубоко. И почувствуйте это вот древо знания, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Ведь вот это вот колебание, движение правое-левое на этом мир стоит, оно есть. Но мы теряем сейчас вот эти вот весы, способность взвешивать. Люди потеряли рассудок, рациональное мышление ушло. Уже все, нет ничего рационального. Есть эмоции, есть. Страшно, страшно. Нравится, не нравится, страшно. Но это еще ниже, да. Но, тем не менее, в этом есть какая-то корона. В чем она здесь? Корона, я не знаю. Попытаемся. Как из этого выйти? Не совсем это корректно, но не примену положиться на собственное наблюдение, собственный опыт. Когда это все мракобесие началось, меня тоже, как и всех, закрыли. Ну, никуда не пройтишь, а я был активно летучим. И в право, и влево там все вот. Вот это вот оно как-то в жизни было. Путь к шатре. И там предшественные разные события. Какой-то друг очень сильно финансово обманул. Надо было много работать. И не только. Намного более еще существенные какие-то события. Со всех сторон. Просто вот так вот оно душило, душило, душило. И тут ты оказываешься в полном удушении уже географическом. Ненастье за ненастью. В этих клещах находишься. Что дальше? А дальше ты понимаешь, что выхода он не в том, чтобы колебаться между правым и левым. Сейчас. В условных наших измерениях есть нечто намного больше все-таки. Мессианский дух – это и есть корона. Корона – это мессианский дух. Противостоять короне только мессианским духам. Это больше, чем просто жизнь праведная. Это больше, чем просто жизнь разумная и нравственная. Намного больше, чем жизнь эстетическая. Не надо даже объяснять. Все понимают, что не отвергаем, не опровергаем. Мы не пытаемся подавить каких-то чувств или эстетических чаяний. Нет, 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 нет. Но похоже, что мы сейчас в такой яме, из которой можно выбраться только очень решительными духовными силами. И я бы хочу сказать, что я сам как доказал в тисках разного рода внутренних терзаний, то успешно, очень успешно оттуда вышел, поскольку коронавирус дал возможность сосредоточиться, подумать и найти. Кстати, знаю, что еще есть такие люди. Намного большее количество людей ушло туда, конечно, но есть люди, которые в это время начали думать о чем-то сущностном, о чем-то глубинном. Это интеллектуальное постижение, это медитация, это понимание. На самом деле, поиск вечного. Кетер – это и есть вечность. Кетер – это и есть вечность. Это поиск вечного. В этом смысле корона должна стать короной. Это больше, чем игра слов. Если мы это осмыслим и осилим. И ни в коем случае не пытайтесь меня как-то притянуть силой к какому-нибудь высказанному подобию. Ох, раз так все плохо, то придет человек, который объявит себя миссией. Это пошлость. Это пошлость некоторых сект внутри иудаизма, по крайней мере, одно уж точно. Или за пределами иудаизма, неважно. Это свойственно другим религиям. Еще как. Там даже не секты, а целые. В целом. Массивом в этого все. И Кали-юга интерпретируется тоже слишком простинно и упрощенно. Давайте будем осторожны в этих всех мультипликационных изображениях, как все должно быть в конце дней. Но да, скажем, что дух мессианский, мессианский дух, машех, как высшая ступень веры, высшая ступень постижения возможного. То есть, не довольствоваться малым, а стремиться к самому великому. Вот что это такое. Стремиться к самому великому. Выйти на уровень божественного сознания. Выйти туда, где... Это учение Зор. Это учение Вилинского Гаона. Это учение Рамхала. Рабимуше Хаймы Утсадо. И там Шри-ю Рабинду. Именно вот там Шри-ю Рабинду. Не случайно Всевышний нам послал его, чтобы на английском языке сказать народу мира, то, что тяжело передать через двойной и тройной перевод. Осмыслить. У нас есть великое наследие, которое даст нам возможность спокойно, совершенно перейти в новую стадию. То, что 90%, а может быть не 90%, а 80% значений вообще не имеет. Может и 70%. А завтра, может, это будет наоборот уже. Все поменяется. Качнется вправо. Может, качнется вправо. Сейчас они все качивались влево, а может, потом качнется вправо. Но их качает. Их качает. Наше постоянство в состоянии. Вот кетер, это не качает между правым и левым. Там нет правого и левого. Это над. Это надстройка. Что такое корона? Это надстройка. Видели там хасидов? Сюда походит. Вот. О! Вот это вот над. Ну, и там вот это вот должно тоже олицетворять. Есть нечто над, но высшим именно. Это не ментальная душа. Это больше, чем. Это даже больше, чем хая. Это даже, это просто ехида. Но стремление к этому выведет нас из горести и болести. Сам на себе это испытал для того, чтобы поделиться. Только для того, чтобы поделиться тем, как можно прекрасно выйти из... Все из этих тисков, клещей, которые будут со всех сторон. Можно. Можно. Чего вам и желаю. Чтобы этот год у нас... Твой Новый год, мы говорили, да. Под темно-синей волне средь моря городского. Да. Бродский хорошо это передал. Вот наш Новый год, пусть он будет для нас годом короны. Настоящий кето. Стремление. Если будем стремиться к абсолютно великому, духовному, прекрасному, над уровнем всех этих колебаний, над уровнем всего того, что сейчас утрачено, у нас будет и это тоже. Вот там будет место и рациональное мышление, будет место и какому-то искусству, будет место всему. Но для этого нужно, чтобы была корона. Без короны, без царствия Божьего на земле, мы сейчас окажемся бессеренными. Все, что раньше было чем-то, как в Великой песне говорится, кто был ничем, тот станет всем. Наоборот, то, что было всем, оно стало ничем. Вы это видите? Но на самом деле в этом и смысл. Из этого ничего. Мы должны с вами построить великое корона. Привет из Иерусалима. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!